Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 930. События дня. Сирахов, 739. Во всех делах твоих помни о конце твоём, и вовек не согрешишь. За 3 июля 2018 года. Спрашивается, а что, какие могут быть события в деревне? Ну, какие? Да комары летают, приходится отбить. Встаём всегда в 4,40. Вот. Ну, поступило нам известие, как очистить пруды, в которые приезжал человек, Андрей Алексеевич. Утром рано мы подготовили водку. Всё это за завтрак, ребятишки с нами пошли. Это мы всё засняли. Накачали лодку. То всё хотят, это звуки такие издают тут. Интересно. Сейчас я маленько отвлекусь. Что это за люди такие? Вот. Заходят, и хочу внести вот какое-то имя, ни фамилии, ни фамилии, не поймёшь. Ну, что, добавить в список. Пользователь такой-то, там, Вин, Сэр, Вонг, хочет принять. Только ткнул их, и автоматически включается какая-то реклама. Что делать нужно? Вот так, на правой кнопкой нажать. И вот здесь разная демонстрация экрана, личные данные. И вот блокировка пользователя. Раз, ткнул, она выкидывает здесь. Раз, всё, исчез. Больше нет. И вот целыми днями лезут, и лезут кучей. Ну, видимо, там ещё не разобрались. Как-то разрешают им это. Ну, вот мы взяли шест, замерили 3 метра, 20 сантиметров. Ну, ещё дополнительно привязать к нему на метр. Какая будет глубина? Ну, вообще-то, примерно везде глубина одинаковая. 10 сантиметров туда-обратно, ничего они не решают. Ну, мы всё это замеряли. С Володей на лодке поплыли. Это всё заснято. Повторяю, будет на следующей неделе показано. Ну, и теперь батюшке поехал, сказал, так и так, нужно давать ответ. Я его уже написал. Ну, дописать надо будет. И отправить. И как примут, нет, наше предложение. Потому что для нас очень и очень дорого это. Получилось так, что они будут 14 дней работать. И за каждый день платить 47 тысяч. В деревне 47 тысяч. Это настолько нереально. Вот у меня бульдозер работал, который так же. Это в 5 раз дороже. Ну, куда это годится? Никак. В 5 раз практически дороже. Да ещё и время хотели сохранить, сократить. Ну, мы всё это написали. Ещё один раз нам ответят. Я покажу это. Пришёл Алексей тут как раз. Мы втроём всё это почитали, помолились. Батюшка благословил отослать письмо. Мы отослали. И отложили пока тут до совета со своим юристом. Ну, наш ответ какой был. Я покажу потом в конце. Александр Марьясов пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович. Я давным-давно рассуждал по этой теме. Ну, о солдатах там умерших. К людям, которые так, по этой теме и очень с большим сожалением относился к людям, которые до хруста всех своих суставов держатся за это. Безусловно, конечно, низкий поклон всем, кто отстоял нашу Родину, но им теперь никто не поможет, даже Родина, чтобы отстоять своё место в вечности. Всё зависит от каждого человека в личностном своём покаянии перед Господом и веры в Спасителя нашего Иисуса Христа. В этом вся основная суть нашего земного бытия. Подписываюсь под каждой вашей строчкой стихов. Спаси Христос. Добрый плотник пишет. Правдивое слово из уст ваших Игнатий Тихонович. Берегите себя, чтобы ещё громче возвышать свой голос к народу погибели. Валентина Сартисон. Мир всем! И как всегда искромётное стихотворение Игнатия Тихоновича так чётко отобразить тему войны и победы в девяти четырёхстрочных куплетах может только он. А ведь многие не поймут этого и снова зашипят. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Роман Фроликов. Только он. Только он. Эти слова теперь он берёт и начинает показывать, какое местописание к этому относится. Видишь, как вот серьёзно относятся люди. Деяние, глава седьмая с 52 стиха. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествия праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович, именно в это время переписку с одним братом на тему, что отражена в вашем стихотворении. Вы словно его подслушали. Сразу же тостало ему полностью ваше письмо. Лучше не сказать «Спаси вас, Христос». Спрашивается, а что, какое стихотворение? Да я вчера засчитывал это. Вот так. Об этом здесь где-то было стихотворение, а здесь маршрутка. Вот оно. Псалом 80, 14, 17. «Ой, если бы народ мой слушал меня, Израиль ходил моими путями! Я скоро смирил бы врагов их, а обратил бы руку мою на притеснителей их, ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие подложалось бы навсегда. То есть, не один человек там какой-то, который нападает на вас, а страна – враг. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Вот я уже читал это стихотворение. Я тормозну, и вы затормозите и прочитаете. Понятно, о чем речь идет. И Бог все ждал, Он, любящий отец расхристанных и бритых оборванцев, что вот одумаются свиньи наконец и посоветуют за стол к отцу пробраться. Фронтовики, невольники из детства, победа первопирующих останков перед дорогой. В вечность вам присесть бы и помолчать о подвигах поганых. Вы все убийцы, все почти до одного. Вы побежденные грехом и злобным бесом. Мы без Христа мешки костей и гной и легшей пустоты. Бог нас писанием везде весил. Ну и вот эпиграф какой. Почитайте. Это отзывы такие. Наталья Усатая. «Спаси Христос, отец Игнатий, а можно я вас заочно запишу в крестные для сына? Одна ваша молитва дороже десяти крестных?» Я все поняла. Хороший стих. Для меня главное быть со Христом и сохранить веру. Я отвечаю. «Не знаю, можно ли, а муж будет под ногами путаться. Тогда же мне придется ему ответ дать. Пока помедли до 10 октября, а потом поговорим и с сыном. Согласен ли он слушаться?» Наталья Усатая. «Я добьюсь его расположение. Завтра расскажу ему о крещении детей. Сейчас у нас 23 минуты. Первая ночь. Сыну 9 февраля будет только два годика. Конечно, подожду. Отец Игнатий, как вас люблю. Лучшего совета никто не даст, особенно по Писанию, стих такой. Благодарю. Значит, подождать до октября. Земной поклон вам». Я отвечаю. «И со священником всегда советуюся, и советую его записывая, а потом разберем, что по делу, что по Писанию священному». Наталья. «Хорошо. Все поняла. Благодарю за ваши молитвы». Сергей Пупков говорит. «Мир вам, Игнатий Тихонович. У нас тут конфликт произошел между Галей Загуляевой и Леной Политейкиной. Причина конфликта Ливия. Старшая. Лена вела воскресную школу, я снимал на видео. Лена попросила детей, кто помнит наизусть произнести места из Библии. Ливия демонстративно молчала». Молчала и демонстративно. Понимаете, сразу уже демонстративно. «На что Лена сказала, Ливия, может тебе лучше пойти петь на клире, чем здесь сидеть? Все равно ты всем видом показываешь, что тебе здесь в тягость смотреть противно». Вот эти слова разве дружественные были? Ливия пожаловалась Гале, матери. Галя при всех Лену отсчитала, забрала детей и, не оставшись, на трапезу уехала. Мы в это время с батюшкой были у болящих и вернулись, когда Гали с детьми уже не было. Лена пожаловалась на Галю, что она так сильно реагирует на замечания в сторону ее детей. Упомяну вас, что вы советуете никогда за детей не заступаться. Но я говорю, это национальные японские обычаи. Надя Дмуха создала в интернете группу в WhatsApp типа скайпа «Молительная поддержка», где я попросил молитву о примирении Гали с Леной, что у них произошел конфликт. Видимо, Господь коснулся сердца Лены и она позвонила Гале и попыталась примириться. Я еще не знаю, что Лена звонила Гале, спрашиваю в WhatsApp у Гали «Примирились?» На что получаю сокрушительный удар от Загуляевых. Цитирую Наталья Загуляева. Наша группа называется «Молительная поддержка». Не надо превращать ее в канал «События дня». Галина Загуляева пишет «Твое право, Сергей, думать обо мне все, что тебе заблагорассудится. Мне до этого нет никакого дела. В деле своего спасения я допускаю лишь избранных. Это мой спаситель, принесший себя в жертву за мои грехи. Это отец Аким, который засвидетельствует о том, о чем я сокрушаюсь на исповеди. И это мой супруг, который знает обо мне абсолютно все. А от остальных я могу принять проповедь и конструктивную критику обличения. Вымыз искуда умных людей и их высказывания меня не интересуют. И я их всегда пресекала и буду пресекать. Ты, Сергей, не мой священник и не мой муж. Подумай лучше о своем спасении. Когда я буду нуждаться в твоей духовной помощи, я обязательно обращусь. Благодарю тебя за заботу. На что я ответил. Ах, какая гордыня, Галя. Прежде примирись, потом в храм иди. Так заповедовал Христос. Сергей дальше пишет. Я ни разу не ездил через Корщино. Боюсь заблудиться. Нарисуйте с барабашом Игорем карту, сфотографируйте и пришлите здесь в скайп. Сделайте милость. Это и для гостей польза будет великая, которые самостоятельно захотят приехать в непогоду. Я отвечаю. По трассе Барнавул-Мамонтово до Буканки. Это за Подстёпном и Кадниково. Меня там вёз только один раз Андрей Головач. И направо видна крупная надпись «Элеватор накорчено». Так запомнилось. И выйдя через переезд прямо накорчено. После переезда железнодорожной линии смотри вперёд. Дорога круто сворачивает к железнодорожному элеватору. И там влево свой поворот пойдёт. Сворачивать до корчено где? Там нет надписи что это корчено. Но видна телевышка впереди. И правее значит тебе вправо. И далее видно что это в конце деревни уже свернуть снова уже непосредственно в корчено вправо. Там можно спросить как на Потеряевку выехать через скотный двор и прямо. На пути в Потеряевку откорчено всё время справа будут идти две линии высоковольтные. Примерно через 9 километров Сергею говорю увидишь у лесополосы написано и поворот на Потеряевку Потеряевка и там уже одна дорога до нас. К нам же приезжают издалека и разные люди на машинах по этому пути в непогоду и все благополучно у них всё. Ты это сможешь. А про Галю я уже знал. Не нужно было Лене того говорить. У Лены скандальная даже интонация. Я это говорил. Сергей спасти Христос. Галя с ребятишками седьмого июля то есть суббота собирается на две недели в Потеряевку. Я тоже седьмого с Дмитрием собачником поеду. Договорились с Галей вместе ехать чтоб не заблудиться. Да и мало ли поломка какая. Прошу молитву о погоде. Господи помилуй благослови. Сегодня встречают наши попутно сказать сейчас только позвонил Володя выехали на газели Андрей встречать Галиндухина с ребятишками едет с Урала и дорогой машина сломалась где-то что-то там вытекло и посылает сейчас Алексея Волоком поднимет ли он машину Волоком тут на первом мостике не знаю пруды здравствуйте Игнатий Тихонович ага вот сначала письмо прочитаю которое было письмо мир Андрей Алексеевич мне лишь никогда в жизни не приходилось иметь дело с такими документами а было у нас за 27 лет работа бульдозера несколько лет летний месяц песок щебень цемент плиты блоки доски брус шифер и прочее разное доставали нанимали и никогда не было таких документов а только иногда были квитанции получил заплатил не знаю нужно ли столько документов но мы всегда рассчитывали сразу деньгами из рук в руки прилюдно под запись видео и все выставлялось всегда в интернете и ни разу нигде не было ущерба никому так же и с продажей скотины молочных продуктов и прочее я просто делюсь с вами своими мыслями вы ничего не говорили что вместо вас будет кто-то возможный дочь ваша с женщинами вообще мы не имеем дел никогда без ведома и согласия их мужей конечно православных христиан с обеих сторон тогда все абсолютно без обмана это у нас под запретом но это есть и пункт в уставе деревни вы ничего не говорили о досрочной работе по количеству дней это насос будет доставлен сюда и как они будут эту грязь пульпу сапропель качать со дна озера пруда и прочее мы договоримся вы ничего не говорили о досрочной работе по количеству дней на две недели мы полагаем что обозначенные дни должны быть полностью заняты полной работой день в день площадь пруда мы тут не измеряли но вы точно ответили дважды что если весь пруд не чистить а половина а только половину его то года через полтора-два снова все затянет все работа пойдет на смарку поэтому чистить нужно весь пруд только весь не захватывая пока камышей в эту сумму 600 тысяч рублей должны входить все остальные работы подвоз отвоз техники и проще нам достать эту сумму чрезвычайно трудно где деньги взять вкладывая в пруды уже 3 года деньги мы никогда и ни рубля назад получить никак за эти вложения не можем и не ждем карпов запустили тут весной их вымыло водой нету живем только за счет огородов и от скотины у кого она есть в трех дворах глубина ила проверена в разных местах сегодня 3 июля 18 года 6 длиной 3 метра 20 сантиметров с наростом еще в метр используемые при промере нигде не смогли погрузить его острым концом более чем на 40 сантиметров в остальных местах только на 20-30 сантиметров но согласно глубины лога уплотяные с обратной стороны ила там намного больше должно быть присланные вами документы мы тщательно просмотрели и проанализировали Лапкин Игнать Тихонов священник отец Аким Лапкин и Устинов Алексей Владимирович к оплате по смете пункт 6 75 тысяч рублей и пункт 8 25 тысяч рублей нам не нужны дальше Морин Борис Андреевич мы не знаем что это такое кто это это уже второе неизвестное лицо в договоре о которых речи не было пожалуйста правильно поймите нас имеющих свой опыт нам нужно улыбить дно этого пруда не считая камышей до отметки 4 метров от поверхности воды как вы и говорили указанные вами суммы фактически почти не меняются просим рассмотреть наши поправки и учесть наш опыт данный договор мы еще не отдавали нашим юристам эти вопросы возникли у нас после прочтения нам лучше иметь дело с вами без таких договоров где участвует морская власть на земле очень много людей которых участь достойно прилипал на теле акулы третьего это письмо которое послали ему теперь он нам отвечает здравствуйте Игнатий Тихонович сразу хочу измениться за то что опечатка вышла с договором Морин Борис Андреевич это наш последний заказчик просто в договоре а он типовой для всех и всегда изменяются фамилии адреса и телефоны а основной текст не меняется так что это просто недогляд просим прощения далее работа земснаряда это очень ответственный и дорогой вид деятельности а посему без документов как-то смета договора акты промеров глубин акты план выполнения работ акты работы моторов почасовые акт приема передачи выполненной работы должны иметь место техническое задание вы должны мне написать писать а не я на их основе я составляю план работ и смету без них невозможно выполнить работу которая не видна под водой наземные работы намного проще можно промерить рулеткой взвесить потрогать руками наконец другое дело если вы верите людям и люди не обманывают вас а вы их не заключая договора и прочее документации тогда да можно обойтись и без этого пусть только такие люди встречаются вам на жизненном пути только такие еще один немаловажный фактор для заключения договора я законопослушный гражданин и должен платить налоги только так я могу выживать в этом мире за 30 лет своей коммерческой деятельности я ни на рубль не получил от государства помощи но налоги я должен платить мои дети учили в школе бесплатно в институте бесплатно внуки ходят в садик оплата копеечная медицина по большей части бесплатно этого мало далее дубоенко Анастасия Андреевна это директор нашего предприятия бухгалтерия отчетность налоговая банковские переводы платежи и прочее я не могу этого делать сам по причине отсутствия времени никакого отношения к работе земснаряда она не имеет и присутствовать на объекте не может да это моя дочь но у нее не только земснаряд но еще и другие виды работ туристический бизнес один из них внесли устав дополнительный вид деятельности и она тянет еще и мою бухгалтерию и мои отчетности вот как-то так теперь что касается работы если вам не нужны акты промеров глубин не вопрос убираем но очистка береговой линии без этого никак можно убрать эту сумму из сметы но тогда вы своими силами должны убрать всю растительность береговой линии это что называется выбрить землю нам монтировать карты на мыло на траву никак нельзя дабы потом не переделывать нарушение технологии на мыло вот тут у нас могут проехать что касается углубления очистки всего озера при составлении сметы на такой объем работ я обязан учитывать износ техники и закладывать стоимость работ в нашем случае такого не делалось в вашем я брал минимальные цены после каждого объекта земснаряд требует вложения иногда это 100-150 тысяч рублей после каждого объекта иногда полностью меняется оборудование вы сами работали на земснаряды знаете что насосы вытистираются и становятся как промокашка масло в генерарлике менять надо генераторы требуют профилактики а это немалые обложения на больших земснарядах это не 1 миллион на малых меньше откачать 5000 кубов песковой пульпы и остаться без насоса на следующий объект я буду покупать новый а он стоит 240 тысяч рублей и потянется вслед ножи шнековые гидрошланги масло замена НЭШ и прочее и прочее и прочее зарплату рабочему тоже отдать надо в итоге что получаем я вам помог ничего не заработал и на следующий объект я не могу выехать так как средств нет оборудования нет для меня из дома меня из дома выгонят давайте остановимся на откачках иловых отложений без углубления думаю этого хватит для выживания рыбы но без аэрации даже при глубине 6 метров замор будет всегда слишком маленький выдаем как мы с вами говорили на берегу половину озера это не 15 метров по смете а 100 метров я возьмусь откачать за эти деньги больше от меня не просите хотел бы да не могу оплатить самогруз который доставит нас на объект придется сразу по километражу это совершенно посторонний человек без денег он не уедет будут неприятности а забирать и не приедет сообщит по телефону коллегам и никто со мной потом работать не будет надо еще договориться чтобы поехал по 30 рублей километр дорога дальняя и очень плохая не каждый поедет вы можете сами через интернет заказать самогруз и договориться по цене вот такое мое письмо вам получилось не судите строго но такое у меня впервые если оскорбил чем не сердитесь не думал ни о какой глупости еще чуть не забыл я просчитал площадь вашего пруда составил маркетинговый план с такого пруда можно и должно получать до 20 тонн толстолобика в год это очень много толстолобика ни одного нету заранее подсчитать 20 тонн да у нас 20 рыбок не поймает но первоначальное вложение в подобного рода водоем при его запущенном в 10 лет составляет включая закуп сигалетки и кормов от 2,5 до 4 миллионов рублей можно и здесь сэкономить поставить инкубатор комнатной мухи например 30 процентов экономия от комбикорма нужен только навоз его я думаю у вас приполно ну и монтаж оборудования для рации будь то фирменное или самодельное ну на ютубе посмотрите вот такой вопрос мы ничего не отвечаем на это пока советовать собудем и ничего Игнатов Сергей дорогой наш отец во Христе Игнатий Тихонович сегодня после длительного состояния когда постоянно было тяжко на душе наступил покой каждый раз когда считаю Евангелие и Псалты вспоминаю тебя так и сегодня прочитав послание апостола Павла Галатом усмотрел в нем несколько строчек относящихся к тебе законом я умер для закона чтобы жить для Бога я сораспялся Христу и уже не я живу но живет во мне Христос а что живу ныне во плоти то живу верой в Сына Божия возлюбившего меня и предавшего себя за меня и далее поставил ролик про Таирея Андрея Ткачев о Библии и воскресных службах в жизни человека уже не раз показывает вот оно где хорошая проповедь голову там поотвинтит пророк Илья так но те которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями Галатом 5.24 это про тебя Игнатий Тихонович и мне это радостно сегодня 3 июля 2018 года после судебного заседания по обвинению моего бывшего руководителя клуба дельтапланеристов казака-язычника Веди Боженко Василия в незаконном хранении боевых патронов я передал ему записку о невозможности продолжения с ним дружеских отношений в силу его идолопоклонства несмотря на его добрые отношения ко мне пришлось также отвернуться от недавно принявшего крещение путем троекратного погружения но без катехизации другого знакомого болящего человека по имени Алексей Ильич порвавшего как-то на территории нашего храма икону Божией Матери Троирущица его притянула к себе стая лютых волков возводящих на тебя Игнатий Тихонович ложное обвинение в интернете у меня нет дружбы с теми кто поносит исповедие комиссионерам православной веры смотрю по вечерам видеоролики как вы трудитесь с полной отдачей сил до изнеможения да укрепит вас соработников Христовый Господь по-прежнему прошу твоих святых молитв за себя и мою староптивую иногда жену Раису Храни тебя и ближний Господь твое духовное чадо во Христе Игнатов Сергей 3 июля 2018 года Наталья Усатова Отец Игнатий мир вам тут с 37 минут Геннадий Пас отвечает на вопрос как раз по моему вчерашему вопросу прослушайте что скажете я отвечаю аминь ну и вот это пролетария Геннадия Пас ответы на вопросы зарядите что крещение два варианта имеют и взрослых и детей Игумен Кирилл Сахаров разбирает книжные завалы часть 2 запомнилась очень глубокая лекция отца Александра Салтыкова нынешнего настоятеля церкви воскресения Христова дальше прочитайте книгу про Даниила «Салтыки» 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 Света щитая. Света щитая. Света щитая. Света щитая. Света щитая. Да, нужно вопиять к Богу день и ночь, чтобы не убил нас раньше времени, а привел к покаянию, к осознанию любви его к нам. В Псалтирии говорится, семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Господи, и нам даруй такое покаяние, стремление к исполнению. Храни вас Господь Игнатий Тихонович. Ну вот, считаю, сегодня длинное такое событие дня, все на этом.